Перед началом этого видео я хотел бы вам порекомендовать сообщество BuyInInternet для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете и делиться полезными лайфхаками Ссылка будет в описании, обязательно заходите Там очень бурно обсуждают всевозможные скидки и распродажи Также можно спросить совета напрямую у шопоголиков Ну, в общем, я там тоже участвую, свои видосы публикую и общаюсь с людьми, которых интересует интернет-покупки Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как установить кастомное рекавери на смартфон Leco X626 Но подобная инструкция будет актуальна и для других версий смартфонов данной марки Единственное, что разные версии рекавери и разные версии прошивки Все, что вам необходимо сделать, это в первую очередь расслабиться, не напрягаться, досмотреть этот ролик до конца и действовать согласно этой видеоинструкции Также я обязан вас предупредить, что я не несу ответственности за то, что вы будете делать со своим смартфоном Данная видеоинструкция является просто показанием моего личного примера, как я это сделал и как это у меня получилось Для того, чтобы все прошло удачно, вам необходимо иметь сам смартфон Leco X626 Вам необходимо иметь компьютер либо ноутбук на Windows Обязательно скачать по ссылке в описании на форуме FOPDA драйвера, необходимые для установки, корректной установки всего того, что я буду говорить далее И также будет по ссылке в описании архивчик, вы его скачиваете, там все необходимое ПО, в том числе необходимое ТВРП рекавери Вы его распаковываете в корень диска C, загружаете в режим Fastboot ваш смартфон Делается это следующим образом, нажимаете качельку включения, точнее кнопку включения и качельку регулировки громкости вниз Смартфон у вас должен зайти вот в такой Fastboot После этого заходим в компьютер, открываем папочку, которую вы скачали и распаковали в диск C Запускаем adb.cmd.exe и проверяем, определил ли наш ПК устройство Пишем Fastboot Device Если ПК определил девайс, то в командной строке увидим ID устройства Если не определил устройство, устанавливаем необходимые драйвера, о которых я говорил ранее Далее пишем в командную строку Fastboot OEM Unlock После этого пишем Fastboot Flash Recovery Recovery.img И все, рекавери прошито Загружаемся в ТВРП Для этого нам надо просто смартфон выключить Нажимаем кнопку включения и выключения Также по ссылке в описании будет архивчик с файлом рута SuperSU И соответственно вы просто его загружаете до того, как начали прошивать смартфон Во-первых, все скачайте и установите как на ПК, так соответственно все необходимые файлы, которые будут в описании под этим видео на сам смартфон После того, как ваш смартфон прошился на Custom Recovery, вам надо зайти собственно в это рекавери Качелька регулировки громкости плюсик и включения одновременно зажимаем, держим до появления, вообще до включения смартфона После того, как он включился, удерживаем качельку плюсик До того момента, пока вы не увидите следующую информацию Собственно, что мы видим здесь Вы можете изменить, соответственно, язык У меня уже установлен русский Просто заходите в настройки, ищите глобус и соответственно здесь выбираете русский язык После того, как вы зашли в Custom Recovery, вам нужно прошить файл SuperSU Как это делается? Заходим в установку, спускаемся в самый низ, потому что здесь находится архив с этим файлом Просто вы выбираете и делаете свайп слева направо и у вас прошивается права суперпользователя После того, как вы это сделали, вам нужно очистить систему старую Заходим в раздел очистки, выбираем выборочно очистка И выбираем 4 пункта Dalvik, System, Cache и Data Ни в коем случае не трогаем раздел память устройств Потому что вы сотрете файлы, которые содержат в себе прошивку После этого, соответственно, мы заходим в установку Выбираем файл прошивки MIUI Она весит 840 мегабайт Соответственно, просто нажимаем на нее и устанавливаем После этого будет достаточно долгая загрузка Потому что вы нажмете перезагрузка, система И первая настройка системы происходит в течение от 2 до 8 минут Не переживайте, просто пусть смартфон будет значочек MI И здесь три таких кружочка, которые будут, соответственно, небольшая такая анимация Смартфон при этом нагревается не сильно В принципе, его комфортно держать в руках Но все равно небольшой нагревчик во время установки прошивки Первый раз он, соответственно, присутствует После того, как вы установили прошивку Соответственно, вы начинаете ей пользоваться Происходит первая настройка устройства Прошивка полностью рабочая Это еженедельная версия Вот с таким вот префиксом Единственное, что он обозначает модель как X622 Но вам должно быть абсолютно все равно Летает все молниеносно 4 гигабайта оперативной памяти хватает более чем Просто установите Вот эти рамки экрана, конечно, видны Но просто установите обои Здесь предустановлены обои Соответственно, есть выбор Я вот выбираю, допустим Давайте сейчас посмотрим, как с темной рамкой это все будет смотреться Системных Вот такие вот применяем Применяем на оба экрана И у нас просто не экрана бомба По, соответственно, всем датчикам и по всевозможным службам и системам Все работает более чем стабильно Прошивкой можно пользоваться на постоянной основе Сейчас у нас просто обновятся системные приложения Обязательно зайдите в Play Market И, кстати, да, у вас не будет установлен Play Market Как это сделать? Также в описании под этим видео будет архивчик с АПК-файлом Просто устанавливаете его Скачиваете на устройство Заходите во внутреннюю память Выбираете Google Installer 3.0 APK Нажимаете установить Даете разрешение на скачку Даете разрешение на установку из неизвестных источников И после этого нажимаете клавишу открыть И после этого в течение 2-3 минут он устанавливает Play Market После этого вы просто этот файл удаляете Он вам уже в дальнейшем ни к чему Единственный косяк, который я допустил во время прошивки этого устройства Это я обозначил в кастомном рекавери Что надо установить значок приложения И, соответственно, приложение ТВРП Вы просто этого не делаете И во время установки первой перезагрузки После того, как вы установили кастомный рекавери Вы просто не устанавливаете, соответственно Ну и все, Play Market без проблем Все работает Телефон функционирует, как я говорил ранее На 103% Камера работает отлично Есть HDR Вообще по быстродействию Мне очень сильно нравится Полностью на русском языке Нет вообще никаких английских слов Только если там у вас Wi-Fi сеть на английском Полностью все поддерживается То есть это полноценная MIUI 9 Я думаю, что вам этой прошивки Тем более ведет она себя более чем стабильно Вам этой прошивки хватит просто-напросто за глаза Что еще хотелось бы сказать? В первую очередь хотелось бы отметить Большое спасибо пользователям форума ФОПДА Потому что всю информацию я взял оттуда Просто сделал некую видеоинструкцию И собственно демонстрацию того, как это делается Не так уж и все это страшно И делается на самом деле быстро Просто-напросто надо внимательно все несколько раз перечитать И несколько раз хотя бы раз-два пересмотреть Поэтому вот так вот Ну давайте сравним по быстродействию У меня есть скриншоты Я прошивкой пользуюсь этой уже порядка больше чем полсуток То есть так себя она ведет в Geekbench'ах всевозможных 1500 на одноядерном 458 на многоядерном режиме Ну и собственно вот Скриншот о том, что это установлена последняя версия прошивки Я думаю, что игры будут идти все как минимум На средних и максимальных настройках графики Все остальное полностью поддерживает Bluetooth, Wi-Fi Как я говорил ранее, все это дело работает Ну и давайте посмотрим по скорости работы Соответственно сравним MIUI 9 еженедельную на Leica X626 И MIUI 9 стабильную С предустановленным лаунчером IVE на Xiaomi Mi 5 Ну вот собственно дополнительное освещение я выключил Для того, чтобы вам было видно само изображение на экране И соответственно давайте Предустановленная MIUI 9 еженедельная MIUI 9 стабильная Leica X626 Mi 5 Ну что, давайте по быстродействию просто откроем По очереди Вы посмотрите, как это все дело быстро открывается или не открывается Галерея Настройки Камера Вам не кажется, что на Leica открывается все немножко быстрее Play Market Так, давайте по погоде Угу Окей, давай найдем Москва Ну давайте еще раз Погода Настройки Камера Play Market При этом давайте в Play Market посмотрим скроллинг Календарь Календарь По настройкам Как это все делает Собственно работает Еще раз камеры Ну и собственно быстродействие Вернемся Здесь вернемся в календарь И здесь вернемся в календарь Все без каких-либо проблем Да, есть подтормаживание Причем есть подтормаживание и на Mi 5 И соответственно на Leia S3 Будем так его называть Обновление Все без проблем Обновляется Все без проблем Функционирует Полностью рабочая прошивка Друзья, я постарался сделать для вас инструкцию Максимально понятным Плюс сюда немножко Приплел сравнение Операционных систем Точнее быстродействие операционных систем На прошлогоднем флагмане Mi 5 И на бюджетнике Leia X626 Соответственно от вас лайк Подписка Обязательно пишите в комментариях Конечно же Ставьте колокольчик Это важно Проходите на наш канал в телеграме Там мы будем разыгрывать интересные призы Если у вас будет много И вы будете активны Ну и вступайте в группу ВКонтакте Там вы найдете много всего интересного Обязательно подпишитесь на ту группу Которую я упомянул в самом-самом Начале этого видео Спасибо за внимание Совсем скоро увидимся Всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok